хотела заснять видео сегодня утром но не успела было еще солнце в общем-то но видно было что погода портится а сейчас и гром и дождь но в общем-то тепло 16 градусов у нас показывают в брибере правда мы немного выше у нас может быть холоднее там градусов уже 13 может быть и значит хотела рассказать прикол просто разница вот например в хорватии от города до города от больницы до больницы вот как по разному можно вообще заценить ситуацию например кто-то расскажет по одной какой-то территории городу хотя например вот даже взять нашу территорию цриквеницы мне абсолютно одинаково ехать в общем-то река больница какая-нибудь и река о это и больница в сене например вот и так и так мне в принципе минут 30 но 40 понадобится на путь плюс сеня то что там сразу возле больницы есть парковка без проблем да да там большой магазин я уже показывала даже два станешь идешь себе пехом пару минут и ты на месте а вот река это конечно такая тягомотина я уже рассказывала вам даже отдельно про парковки и проблемы даже с платными парковками так я наверно зонтик закрой неудобно тащить вроде пока перестал дождь и в общем что у меня как есть такая общая программа выявление ранних там заболеваний ранней стадии и вот посылают обычно на рентгены разные на снимки специальные как бы эти содружества сообщества но мне дал доктор направления поскольку мне 40 лет и надо пройти эту маммографии мы короче ну ка счастье что вроде как все нормально со мной единственное вот в понедельник надо проверить уже ноги суставы там у меня действительно что-то не очень хорошо и надеюсь что найдут причину почему как там что у меня там все это самое разваливается хотя это у меня конечно тема лица ну вообще ревматизм и проблемы с костями с детства с 18 лет так вообще с правой стороной беда и значит я решила ну поеду на эту маммографию посмотрим когда что звоню в цириквеницу все аппараты нормально работают вот еду значит понедельник к ним но отдельный аппарат для женщин этот он не работает давно сломан ладно я решила посмотреть что там у нас река я спрашиваю звоню есть больница один но там больше как для пациентов а есть общий супер новым аппаратом еле короче я вас могла один вообще не отвечает номер телефона на второй там девушка запыхавшись прибежала я объяснила ситуации говорю у нас не работает если к вам я слышала что недели две нужно ждать она такая а вы знаете у нас уже настолько очереди забиты что уже типа на шестой месяц там берут заказы это типа там уже плотно я как представила эту тягомотину первых по времени во вторых в эти парковки беготня плюс как-то надо совместить и свой график думаю ну нафиг тем более потом такой ну нафиг такой график да тем более там ближе к сезону и с ней поговорила она уже такая ну ладно ладно у меня типа дела все побежала она дальше да говорит вам все таки 7 больше подходит если вам не нужен супер там новый какой-то этот аппарат в там не вполне типа нормально все ну хорошо ну и вот я уже поняла поняла что значит цирквеница нет река там там такие очереди все толпа ну думаю сейчас посмотрим как там все не это все дело выглядит а мне еще раньше говорили все там вообще без проблем приезжаешь утром и делают ну позвонишь спросишь типа и правда я такая перезваниваю общую как бы центральный телефон и долго-долго звонил я уже хотела выключить подбегать человек запыхавшись такой прям вот как будто марафон бежал бедный и уже возле ленточки просто упал трупом в трубку дышит да 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 это я ему объяснил сейчас я вас подсоединю радиология кабинет все поднимает другой человек трубку также видно что я его как бы оторвала отдела такой подбежал вроде но опять я ему объясню эту ситуацию же сотый раз за утро он такой да приезжайте завтра все я такая типа как бы а когда во сколько ну до 12 приезжайте все все будет я такая говорю а вы где ну понимаете там какое странным вот например если даже в треквеницу или в реку поеду там внизу хотя бы температуру проверяют кто-то кого-то ты видишь какой-то кабинки внизу какая-то регистратура вот в 7 ты приезжаешь и там больше докторов чем пациентов вот реально но они все по кабинетам там вообще пусто понимаете вот если ты не знаешь куда идти ты просто можешь идти идти никого почти не встретить но я в общем такая говорю а как бы а мне нужно время какое-то потом подтверждение что нет вы приезжаете до 12 все будет а говорю а как-то меня записать потому что я привыкла ну например имя пациента определенное время даже у тоже цикленица потом у нас вызывает там перед дверью потому что заходить здесь нельзя все не кстати без проблем заходишь вообще идешь дальше ничего вообще никаких запретов кстати говоря они вообще область они наша приморско-горонска они вообще считается другая область возможно у них даже и по карантину типа не такие строгие меры вот кстати ну да ладно и я говорю хорошо меня зовут так то так то а он не такой уже знаете таким голосом а до этого я спросила где они находятся значит где они находятся как бы имела ввиду радиология в самой больнице чтоб мне не искать и он говорит город маленький больницы найдете я говорю да я знаю где больница вы скажите где вы ваш аппарат и все такое кабинет мы типа внизу ну-ка хорваты гать приземлия это типа по-русски первый этаж я говорю отлично и я говорю свое имя и фамилию он говорит приятно познакомиться таким голосом мне приятно познакомиться но вы приезжайте уже типа в хорошо вы вписаны ну как бы без имени без ничего думал что за система в елки-палки обычно там строгость правила все тут просто типа какая-то тетка позвонила хочу приехать он говорит да хорошо ну понятно что получается не очередь не толпа просто как бы он типа в курсе над если не можете завтра приезжайте на следующей неделе ведь это идеально что вы сразу попали типа на очередь я думаю идеально но как-то странно это все выглядит и вот он уже как бы все говорит все мне типа надо идти и тут как бы двоякое впечатление как бы с одной стороны он меня посылает и все так как-то несерьезно да а с другой стороны он типа у меня там дела типа пациенты я бегу ну типа вот такой вот занятый дядька и я слышу когда трубку уже как бы ложил над спускает от уха еще не совсем выключил и он такой ху господи типа про меня так а я думаю блин че там за доктор ну как бы вообще аппарат аппаратом проводят нормальное обследование конечно все как положено единственное не знаю там куда потом эти анализы надо будет его расспросить но ситуация мягко говоря странные меня получается в городе тут как бы послали с этим люди не виноваты тут дело до техники река вообще типа нереально и вот тут задумаешься на черта люди вообще отсюда едут в реку все равно никто не может на этот новый аппарат попасть сто процентов ну там как бы если не срочно мне кажется идеально взял поехал тогда в этот маленький городок да и без проблем попал в очередь кстати я вот что-то мучилась с ногой даже вот подписчица одна девушка зрительницы спрашивала там что-то поснимать походить а я три дня прям вот пластом и встать не могла на ногу и потом думах чуя вот ждала 10 дней вот например у нас горле ну хорошо рядом да если бы я знала что такая простая ситуация это можешь в один день все прям просветить сделать без проблем ну возможно до в один день как бы тоже не идеально но короче говоря даже ждать не надо раз все сделал и поехал дальше ну такие вот дела